Самая главная проблема, понятно, что главная проблема это сейчас война в Украине. И вот что сейчас происходит. Идет наползание оккупационной армии на украинскую землю. Оно идет уже на протяжении целого ряда последних даже месяцев. Медленно, но неостановимо. Сокращается та территория, которую занимали украинские войска в Курской области. Я проанализировал, как раз вчера я занимался этим, проанализировал западную прессу. И то, что у меня получилось, в общем-то Украина уходит с первых полос. Немецкая пресса точно, французская пресса точно, британская пресса точно. Американская здесь сложнее, но тем не менее тоже, потому что там очень большая разобщенность. Но в значительной степени Украина уходит с первых полос потихонечку. Значит, вот Рамштайн откладывается, ну по понятным причинам. Второй саммит мира в этом году точно не будет проведен. Вот возникает вопрос. Постоянно вот это вот переговоры бесия, оно витает в воздухе не только уже от Орбана, но и от других людей. Вообще, что вы думаете на этот счет? Все разговоры о том, что все чаще звучат разговоры о том, что война вот-вот прекратится. Ну я не буду там брать некоторых, так сказать, откровенно популистских комментаторов, которые говорят, вот мне точно известно, что война в этом году закончится и так далее. Горячая фаза. Но в любом случае, что вы думаете об этом? Есть ли какой-то вариант действительно какого-то, так сказать, прекращения горячей фазы? Есть ли есть на каких условиях? Вот. Это я говорю о вещах, в которые я не верю, но тем не менее они звучат от самых разных источников. Вообще, что вы думаете в этой связи? Что касается прекращения войны и возможностей с начала переговоров, я в них не верю. Не вижу никаких для этого предпосылок. Я вижу до этого только игру разнонаправленную. И со стороны Запада, и со стороны Москвы. Немного, так сказать, экранирующую игру самой Украины. Она пытается соответствовать, подстраиваться, подлаживаться под какие-то требования Вашингтона. Как минимум, это все продолжаться будет до выборов 5 ноября. Определенность возникнет только после выборов в США. До этого рассчитывать на какую-то ясность не приходится, потому что совершенно разные стратегии будут. И Трамп, и Харрис. И как проводить, соответственно, следующий форум мира. Если, так сказать, придет Трамп, то это все можно в мусорку выкинуть. Не говоря о другом. Ситуация на фронтах – это прямое отражение этой нерешительности в ожидании выбора. Например, вопрос о предоставлении права использования западных средств Украины для удара в глубь территории России. Вопрос же не решается, он висит. И сколько уже месяцев висит? Очень давно. Не решается и даже не движется вопрос о членстве Украины в НАТО. Хотя бы какие-то шаги, которые бы создавали политические и военные, и другие предпосылки для того, чтобы это решение повлияло на ход войны. Далее. Смотрите, вот где заявление Макрона, во что оно выльется, о направлении каких-то контингентов на территорию Украины. Он на второй годовщину об этом заявил. Вообще, умолкала эта тема. Ее вообще больше нет. Хотя, опять же, речь же не в том, что солдаты НАТО должны воевать вместе с Украиной. Да нет, это политический фактор, если бы появились там западные, где-то, соответственно, зоны безопасности или каким-то иным образом себя базы какие-то появились, ну, оформили себя эти союзники западные. Но это тоже был фактор. И много таких примеров. Мы можем перечислять, касающиеся самолетов, бронетехники, ракет Таурус от Германии. Все на свете. Вот все, что хотите. И это влияет на ход боевых действий в Украине? Ну, конечно. Конечно, влияет. Ну, а как же не влияет? Мы же видели, как появление Хаймарса влияло на изменение фронта. Мы видели, какие операции происходят. Потом мы видели, что происходило, когда появлялась бронетехника и так далее. Ну, то есть, война – это молох, который пожирает и человеческие жизни, и деньги, и все на свете. И энергию, и тому подобное. Поэтому, наверное, у этого возникнет пауза у успешного относительно движения российских войск. И на Курском направлении, и на Донечине, и в Запорожье. Пауза в связи просто с осенью, а потом и зимой. Сначала со слякотью, а потом и холодом. Мы такое видели два года подряд. То есть, представить себе, что бронетехника также будет идти в атаку, или там, не знаю, больше будет снарядов, живой силы и так далее в условиях зимы. Ну, мало верится. Поэтому, наверное, до зимы украинская армия, украинское общество дотянет. Что там будет зимой, это уже вообще отдельный вопрос. Что будет инфраструктура, отопление и многим другим. Я не к тому, что я, наоборот, не алармит. Я думаю, что Украина, безусловно, справится. Но это будет дальше. А вот сейчас принципиальный вопрос встает. Вообще, какая стратегия у Запада? Они отвечают, а мы не можем на нее прийти, потому что непонятно, каким будет исход американских выборов. Но получается, что надо быть какая-то запасная стратегия. План Б, которым мы давно говорили, когда Трамп объявил, что он все-таки пойдет снова на выборах президента. И заявлял то, что он заявлял. На сегодняшний день получается так, что Байден, но он, кстати, не только по Украине протаскивает, как говорят. По Ближнему Востоку там тоже не блестит. Да, там есть некая последовательность. Все равно это, знаете, шаг вперед, два шага назад. То есть это говорит о том, что, в общем, вот эта нацеленность на мир, желание быстрее его достичь и быть готовым на уступки, в том числе Москве, она к миру зачастую это и не ведет. Потому что они придумывают очень хорошую в их представлении формулу мира. И я думаю, что она запущена. НАТО в обмен на территории. Ну да хорошо. А вы Москву-то уговорили? Она-то согласна на такой худой мир? А она не согласна. Кремль против. Путин против. Он много раз об этом говорил. Марзахарыч, я прошу прощения. А как вы себе представляете прием в НАТО воюющей страны? Вы знаете, не только я представляю. Для этого были эксперты, покойный Кислинджер, которые говорили, что варианты-то есть. Например, можно принять не всю Украину, а принять ее часть. Одно секундочку. Не всю, а часть это понятно. Японский вариант, вариант ФРГ. Но ни Япония, ни ФРГ не воевали. И как можно принять страну, у которой границы страны меняются каждый день? Правильно. Я вам объясню, что, во-первых, это 21 века, должны быть уже какие-то изменения. В связи с доктринальным изменением. В связи с этой уставом ООН, уставом, извините, НАТО и так далее. Знаете, жизнь меняется. Бывают и гибридные войны, и такие, которые длятся десятилетними. Ну, значит, мир изменился, но на это реагирует. Мир одну страну, которая участвовала в такой войне, в НАТО не принимали. Значит, Украина может оказаться такой страной первой. Раз. Во-вторых, понимаете, политических факторов, создающих условия для вступления Украины в НАТО, их много, и они пролонгированы. Даже само заявление, что Украину в НАТО примут, и начнется год, который отводится на то, чтобы урегулировать вопросы согласия стран, еще далеко не все страны НАТО готовы проголосовать, и там консенсус общий нужен. Всех стран, всех членов, понимаете? Там, как сейчас Венгрия поведет, как Турция поведет, как Словакия поведет. Это уже политический фактор, который даст возможность задуматься Москве, а стоит ли усугублять ситуацию и дойти до войны уже с НАТО. Там по себе, я уже не говорю о том, что само решение и вступление Украины в НАТО, в размещение контингентов дали. За этот период, конечно, НАТО в состоянии сделать для Украины больше. Например, помимо того, что оно делает, поставка вооружения, обеспечить все-таки своими средствами бесполетную зону на территории Украины. Чтобы ракеты, иные средства, дроны не сыпались на града в Украине. Может это НАТО? Может. Что отвечать на это НАТО? Нет, это тоже вариант... Нет политический войны. Ну, страх есть. Страх. Они говорят о том, что мы не хотим вовлекаться в войну с Россией непосредственно, а это приведет к тому... Я считаю, что не приведет. Если будут вбивать ракеты летячие над Польшей, в Друмынии, где они падают, это что, приведет к военному столкновению с Москвой? Ну, почему они это не делают? Это очень удобный вопрос. Ну, что вы нас все время втягиваете в войну? Что вы постоянно говорите о каком-то вовлечении НАТО непосредственно путем членства Украины в этой войне? Мы не об этом говорим. Мы говорим о том минимуме, которое может создать предпосылки вовлечения, включения Украины в НАТО, но которые могут начать действовать прямо сейчас. Хорошо, примите в НАТО одну львовскую область. Какие проблемы? А мы так не делаем. Ну, погодите, но ведь 21 век, ну, значит, понимая, что происходит и понимая, с каким злом вы столкнулись, вы можете пойти по креативному пути. И тогда Львовская область никогда не будет захвачена Россией. Понимаете? Потому что там будут стоять базы НАТО. Там будут действовать военные заводы, которые не будут бомбиться. Понимаете? Обеспечить бесполитную зону над Львовской, Иваново-Франковской областью. Например, я просто условно говорю. Никто даже не рассматривает это. Вы понимаете, что когда говорят прекратите войну, то есть закончите войну, это означает для Москвы пас в сторону того, что никогда ее больше не прекращать. Но если ее прекратишь, Украина вступит в остатки ее в НАТО. А если ты продолжишь воевать, то никто не вступит в НАТО. Ну, так вы программируете продолжение войны бесконечно. Потому что для Москвы это главная цель – оторвать Украину и не дать ей возможности интегрироваться в западный ареал. Вот и все. Мартан Харькович, стопроцентно то, что вы сейчас можете убедить меня, всю нашу аудиторию, это с вашим потенциалом, так сказать, убеждения, с вашей риторикой, с вашим потенциалом оратора – это несложно. Но вы же понимаете, что мы… То есть это все в сфере должного, это то, как хотелось бы. Но то, что реально, если представить себе, кто принимает решения, а принимают решения те, кто сейчас у власти, кто может оказаться у власти, никакого просвета, никакого света в конце туннеля здесь нет в этом направлении. То есть в НАТО Украину не примут. Ну, для меня это аксиома. Можно возмущаться, что это неправильно, что вы очень успешно делаете. И я с вами согласен. Но это не очень реалистичный план. Что может быть другое? То есть, опять-таки, ну вот принять в НАТО Львовскую область, конечно, было бы здорово. Это действительно беспрецедентная какая-то вещь, которого не было никогда. Но почему не начать с этого? Но мы опять-таки понимаем, что это нереалистичная вещь. Но получается, тогда через запятую мы практически все меры, которые, да, очень смелые и радикальные, выглядят как нереалистичные. Например. Ну, хорошо. Хорошо. Вот сейчас мир на грани. У Ирана есть бомба, не бомба? Кто им может отвечать? Они провели, якобы, никто не проверял, может, не знают точно, подземные ядерные испытания. Депутаты иранского парламента заявили о том, что вот призываем в СОВБЕ, собственно, к тому, чтобы объявить Иран ядерной стороной. Это тоже понятно, что это прокид со стороны самого руководства Ирана, чтобы не допустить бомбардировок страны Израиля. Понятно. Ну, то есть, уже вопрос так стоит. А вот перекинем это на Восточноевропейский театр. А Украина может заявить о том, что, значит, она тоже отказывается от безъядерного статуса? Может это повлиять на что? Украина может начать собственную разработку ядерного оружия? Но если по-другому не получается. Потому что из всего набора, который был сказан, получается, выхода-то нет. И это нереалистично, и это нереалистично. Действительно, это реалистично, это зависит от самой Украины. Но если вы нас не принимаете в НАТО, вы же нам не даете условий, скажут украинцы, другого защитить свой суверенитет, кроме как создать бомбу. Ну, вы нас примите, тогда нам не надо бомбу создавать. Мы воспользуемся вашей бомбой. Логично. Ну, а так получается... Тем более, что уж Украина точно может создать ядерное оружие, учитывая то, что основные ядерные институты, ядерный потенциал был именно в Украине. Нет, так по Израиль же по этому пути и пошел, когда ему тоже сказали, ну, вот тебе балалайка, они взяли в Димоне, создали центрифуги, все, ну, ну, что делать? Поллард уколорал какие-то секреты, и они создают бомбу. Ну, а что вы нам оставили, сказали они, понимаете? Ну, так выходит, что сам НАТО подталкивает страну, которая ищет его защиты, потому что, ну, ладно, тогда будет радикальный путь. Дальше не прогнозируемо, мы не знаем, как вся Москва поведет. Будет использовать ядерное оружие, не будет использовать ядерное оружие. Решиться, не решиться, договориться, не договориться. Но это-то хоть какой-то путь тогда, если в НАТО не пройдет. Ну, хоть какой-то. А так предлагается вообще ничего не делать, просто сидеть и ждать, пока они сначала угледар взяли, потом они, значит, Павлодар возьмут, там, от Покровского, Павлодар, там, и дальше пойдут. Ну, давайте сидеть и ждать, только Москва собирается и дальше воевать. Ну, получается, что в запасе нет никаких креативных, никаких смелых решений, которые бы эту ситуацию изменили. Ну, это же несерьезно, это же неправильно. Ну, тогда, получается, ответственность перекладывается на Украину. Ну, тогда не мешайте Украине, пусть она тогда примет на себя эту ответственность. Ну, раз вы не хотите помогать. Сейчас придет Трамп, например, скажет, а мы выделяем его. Как Джонсон заявил, спикер Павлодар, представитель. Ну, говорит, я, говорит, устал уже выделять деньги Украине. Это, говорит, это торгаш. Говорит, торговец, он сказал, Зеленский. Приезжает, уезжает с 60 миллиардов. Ну, то есть, если Трамп побеждает на выборах, мне просто интересно, а что останется у Украины? Какой у него останется вариант, если один заявляет, что не надо выделять? В октябре сейчас, вот как раз в текущем месяце заканчивается финансовый год. Другой Стаб Президент, заняв первую должность в США, скажет о том, что, ну, давайте договариваться с Москвой. Как с ним договариваться? Да нет, там перспектив договоренности нет. Там надо просто Зеленскому, так сказать, покончить жизнь самоубийством, а Украине сдаваться. То есть, один вариант, только договариваться там только на таких условиях. Тогда, получается, все нормальные решения, все какие-то решения, которые, ну, осторожные, обеспечивают безопасность, там, не вовлечение других третьих стран и превращение этой войны в мировую, они все исчерпаны. Они ни разу, ни одного не сработали. Вот, пожалуйста, конкретный пример. Не надо далеко... Вот она, Лена Бербок. Она заявляет. Нет, говорит. Что ли, звонил Путину? Пытался. Ну, не звонил, а пытались надо. Он сказал, не надо. А почему? Потому что он звонил с тем, чтобы предложить вот этот план. Давай, они в НАТО уходят, а вы забираете территорию оккупированную. Я уверен, что именно об этом. Ты согласен на такой план? Он знает, ну, потому что по дипломатическому каналу они же заранее это все обговорят. Он сказал, мне было лайка, это мне не устраивает. Мне и вот это, и вот это. Ну, так вы, они сами, как бы, эти западные политики, эти члены НАТО, их представители, там, руководцы, они создают условия, при которых просто не оставляют выхода. Да, да. Да, я считаю, что если, вот опять же с Ираном, ну, давайте сэкстраполируем на Иран. Вот у Ирана появляется атомная бомба, ну, три боеголовки, которые из двухсот ракет по следующей подаче, вот три будут лететь с ядерной боеголовки. Например, я условно говорю, какой выход у Израиля? Предотвратить эти или дождаться, что одна из бомб попадет на какой-то из городов Израиля? Ну, простой вопрос. Ну, с Израилем-то немножко проще, просто Израиль умеет предотвращать, умеет просто убивать тех, кто является ключевыми людьми. Вот, и здесь, ну, мы здесь подходим к одному, еще одному сюжету, просто он тоже на полчаса, как минимум, поэтому я его просто обозначу. Давным-давно, давным-давно надо в публичную сферу, мы не можем предрешить политической воле, политического поведения лидеров западного мира. Но давным-давно надо вводить в политическую сферу нормализовать идею физического устранения Путина. То есть, я абсолютно убежден, что это метод, вот вы говорите, а что делать, а вот реальный шаг. У саму Бен Ладена уничтожили по приказу бархатного, плюшевого Обама. То есть, ну, более, так сказать, такого вот человека, которого шпыняли за его бесхарактерность, за его там ультра-левый либерализм не было. Но, тем не менее, было принято решение, копье Нептуна уничтожили. Я понимаю, что это другая совершенно спецоперация, другая ответственность, но, тем не менее, это, в общем, на мой взгляд, такой самый ясный, понятный путь к прекращению войны. Война прекратится, я в этом убежден. Нет, в этом сомнении, никаких Путин, конечно, и, безусловно, главный мотор войны, она нужна только ему. Слушай, ну, у них пейджеры они взрывают, наверное, могли бы. Поэтому нормализация этого, я понимаю, что мы не можем влиять на политическое решение, но нормализация этого, то есть введение, то есть превращение этого события в нормальное, мне кажется, это вот наша задача. Я понимаю, что она не может быть анонсирована, никто там из лидеров западного мира не объявит, что мы там убьем Путина, но, как бы, придание этому событию статуса политически и морально нормального, мне кажется, это вот наша задача. Это вот один из вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok